здравствуйте мои подписчики стартует новый проект не знаю как будет качественно некачественно будем собирать всякий хлам пробовать его разгонять так как я состою белорусскую команду по оверклокингу нас по моему команда называется беларусь steam вот будем готовиться к old school он всяким будем записывать видео в этом видео мы сегодня разберем такой системный блок не вот от которой черный этому основной тоже раритетный тут xeon трудится давать не будем вот пришел ко мне блок питания точнее принесли крышка я уже снял давайте заглянем что у нас внутри внутри у нас старая система по ходу маркировка не вижу маркировки мы а вот маркировка материнской платы и p3 пта это материнская плата эпокс на 370 чипсете то не помнит это чипсет под intel celeron intel pentium ядро копермайн ядро туалатин это далеких 2000 год если я не ошибаюсь тут даже стоит смотрите боксовый боксовый вентилятор intel ски что тут интересно к сожалению системы я не смогу погонять сегодня вообще может ближайшее время потому что систему меня не принесли без жесткого диска точнее мне подарили этот хламчик дальше мы видим на материнской платье три слота под оперативную память видим в углу пыли памяти я скажу вам что это мать скорее всего на восемьсот пятнадцатом чипе intel скам и пи вот она поддерживает память с даром с частотой 133 мегагерца максимальным объемом по моему 512 мегабайт здесь стоят планки здесь стоят планки по моему 128 мегабайт я вижу на односторонние и это односторонние а здесь с одной стороны больше чипа вот 128 мегабайт на тут не распаяна память здесь больше это 256 мегабайт не знаю как на счет 512 мегабайт скорее всего куплю вторую на 256 и поставлю 2 по 256 потому что вы материнская плата больше не поддерживает дальше видеокарта здесь пассивным охлаждением память здесь скорее всего тоже с дыра маска в те времена ддр еще не было судя по производителю по компоновке это скорее всего geforce 2 да вот тут написано маркировка x 464 мегабайта это скорее всего дикий дикий но нэм те времена но нэм делали постоянно дальше а материнская по здесь даже стоит сетевая карта походу до стоит сетевая карта на витой паре это очень хорошо пускай будет так как у самой материнской платы нету сетевой карты так в принципе неплохо ну а сама материнской плате рассказывать не имеет сменса процессор к сожалению не знаю что это давайте попробуем запустить компьютер подключим его и попытаемся запустить и посмотрим что из этого выйдет разгонять мы его будем попозже но это настройки биоса мы войдем и разберем так подключим этот древний кабель куда подкрутим и поставим вот поставим и сюда так 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 отключим на основной компьютер после клавиатуры нет не смотрите на мою богу квартиру это квартиру я снимаю я уже снимаю к сожалению очень много лет своей квартиры у меня нету поэтому приходится переезжать так отключим клавиатуру подключим я так выберем так выберем и выберем и вот это без области мы давайте запустим запустим этот реалитет он запустился смотрим на экран на экране и ничего не происходит но я скажу почему это происходит так как материнской плате уже много лет скорее всего кондеры по сдувались их надо менять поэтому мы выключаем не отличается давайте сбросим вот заработала видим geforce 2 видим intel celeron 1400 мегагерц и 392 оперативной памяти так celeron 1400 это celeron to latin это очень неплохой процессор вот мы видим 392 мегабайта памяти вот такой старый bios 2000 варт что у нас есть стандартный мост настройки вот сидером не честь раз сожалеетом здесь расширены настройки это нужно не включать загрузка это ничего интересного давайте посмотрим состояние нашего компьютера и мы видим температура процессор 32 градуса температура окружающая 20 3 обороты вентилятора на процессора 2800 оборотов по напряжению у нас принципе нормально что 12 5 вольтовка проседает на я скажу почему приседает на старых материнской платах без доппитания на 12 вольт может быть древний на 5 очень сильно гулял стабилизатор то есть все старые материнские платы они 12 вольт не питались почти они все были запитаны через 5 вольтовую шину а до питания не было поэтому 5 вольтовая шина у них очень очень страдает и и проседает вот давайте дальше посмотрим может попробовать разогнать его давайте здесь с разгон называется фрик юнси вольт аж я говорю вам сразу что компьютер этот порядка двухтысячного года вот у нас разгон здесь мы не стоит шина давайте поставим шину 120 120 мегагерц напряжение мы давайте добавим на 025 и и попробуем перезагрузиться у нас перезагрузка прошла удачно а может неудачно нет прошла у нас неудачно перезагрузка опять сбрасываем конечно старое железо это проблемное железо не захотела разгоняться но мы его выключим и включим к сожалению к сожалению не хочет запускаться выключим принудительно давайте запустим 0 реакция мы за это придется нам сбрасывать bios давайте попробуем сбросить bios выделяем снов так как тут вот там я будем сбрасывать bios перемычка clear smos вот находится здесь вот мы просто переставляем другое положение замыкаем два этих контакта и составляем обратно после этого подключаем питание вот так вот подключаем и стартуем так у нас закрутиться вот она запустился зайдем bios давайте попробуем поставить сто сто десять ну попробуем перезагревать напряжение не будем трогать посмотрим вот у нас запустился сто десять это тысяча пятьсот сорок мегагерц для старого старого селерона это неплохо давайте дальше попробуем помучить поставим поставим сто пятнадцать мегагерц кстати по моему на восемьсот пятнадцатый нету делителей поэтому если гоните шина это все частоты вплоть до писи они все разгоняются поэтому плохого отогнать вот мы запустили он запустился чистота составил тысяча шестьсот мегагерц ну в принципе все я думаю вот он уже подвис ну короче где то если материнскую плату перепаять этот кондюки кондеры вот пишет что кондеры перепаяться думаю поставить нормальное сложение на мост северное можно побольше развалки ну все спасибо думаю видео вам понравится если хотите чтобы дальше было такие же видео про раритеты про разгон про установки операционных систем ставьте лайки чем больше лайков наберем тем будет быстрее новое видео все спасибо до свидания